всем привет и сегодня я вам расскажу про шаблоны фигур для дизайна одежды часто когда мы начинаем рисовать эскизы и придумывать одежду возникает страх белого листа и непонятно как и что с этим делать я вам представляю карточки для дизайна одежды не в такой коробочке здесь 53 карты подробное описание каждой позы и подробно показано как где какая поза чтобы вам было быстрее ориентироваться я сейчас покажу последовательно что есть что здесь основа почему они именно для дизайна одежды и фэшн иллюстрации потому что учтены основные моменты и законы которые в ней используются например данной фигуре 10 голов в росте она высокая встроенная идеально подходит для фэшн иллюстрации это же фигура в разных позах для того чтобы вы могли ее использовать и соответственно рисовать на ней разнообразные художественные эскизы основные позы девушка идет на вас девушка стоит боком одна опорная нога и прям то есть это все 10 голов в росте далее начинается следующий блок это разные типы фигур фигура песочные часы когда у нас узкая талия пышная грудь бедра фигура прямоугольник отсутствие талия ну либо ее не так большой контраст фигура треугольник или груша когда большая у нас с вами попа фигура перевернутый прямоугольник когда акцент на верхнюю часть ключей и фигура яблочко когда вся фигурка она кругленькая если прямоугольник он прямой то здесь даже есть некоторое расширение вот такие типы фигур зависимости от того на кого вы рисуете можно это все использовать следующий вариант это у нас 8 голов в росте это реалистичная уже женщина ну если она стоит на высоких каблуках соответственно вот тоже разные позы и примеры как с ней можно работать вот еще и еще плюс ко всему здесь добавлено шаблонного для технического рисунка это очень удобно если вы рисуете эскизы то соответственно вам будет удобно еще технический рисунок воплотить в жизнь фигура 48 50 размер вот смотрите и тоже есть к ней для технического рисунка плюс это же прекрасная барышня вид спереди вид сбоку технический рисунок или разнообразные позы в которых можно ее изображаете использовать поскольку женская фигура плюс сайз почему ее так боятся модельеры она имеет нестандартные размеры мы сюда приложили самые разнообразные женские формы которые позволяют рисовать на женщин разного формата потому что формы бывают действительно разные и если например у вас у клиента большие бедра но маленькая грудь лучше нарисовать на этом чем на этом а здесь наоборот у нас достаточно скромные получаются бедра но очень объемные грудь и это нужно учитывать когда вы предлагаете клиенту какую-либо одежду либо ее разрабатывать если сразу на эскизе это будет видно это будет очень очень удобно отдельно у нас есть фигура беременной женщины понятное дело что беременной женщины тоже выглядит по-разному но здесь на животик можно спроектировать то что вот нету талии вид сбоку обязательно чтобы было понимание что живот самая выпуклая часть потом у нас есть мужчины и мужская фигура для технического рисунка мужскую фигуру мы тоже немножечко раздробили но не так дробно как женскую здесь у нас есть мужская фигура спортивного телосложения вот еще в разных позах мужчина у нас есть то 8 уголов в росте и есть муж мужская фигура плюс сайз один у нас есть плюс сайз как правило мужчин идет ожирение по принципу что растет животик соответственно здесь убрана талия здесь накачанная здесь убранная но посадить брюки и пиджак на мужчину животиком тоже отдельное искусство дети дети до 12 месяцев которые лежат сидят и уже встали это отдельный блок отдельный блок деток один три годика потому что у них меняются пропорции и здесь это мы учли отдельный блок деток 47 лет тоже смотрите опять поменялась пропорция вот детенок стоит в разных позах можно как на техническом рисовать на прямо стоящим так и в какой-то позе при том из них можно сделать как мальчика так и девочку у деток в этом возрасте еще это легко поменять и ребенок до поверта то вот 8 12 лет потом уже переходит либо мужскую либо в женскую фигуру тоже в разных позах вот что кроется в этой волшебной коробочки как работать со всем этим удовольствием и что нужно делать на самом деле там все очень очень просто вы берете понравившуюся вам любую фигуру кладете на нее лист сейчас я возьму лист у меня в данном случае альбомный но лучше брать просто обычную пищу бумагу для того чтобы у вас ее было хорошо видно накладываете и обводите вашу фигурку надо просто более аккуратно это обводить да не торопясь вот вы ее обводите ее хорошо видно она хорошо просвечивается обозначаете те линии которые вам будут нужны для работы с ней то есть даже если у вас но вы не умеете рисовать и не чувствуете пропорцию вот у вас получается фигура да вот здесь рука у нас идет и здесь вторая ножка и после этого вы можете с этим эскизом делать рисовать одежду рисовать художный эскиз и так далее при этом его можно рисовать как на вертикале так и на горизонтале он тоже туда влезает соответственно дальше уже дело за вами как с этим работать и какие именно творческие изыскания вы будете делать на этом все надеюсь что вам понравилось не забудьте поставить лайк и ну и желаю вам творчество